Шмат хто с ЖХРУ в области уживая заборудженные продукты харчавания, навэт не здагадываючайся об этом. В аутеляким выпадку так можно мерковать по выниках доследований, які проводят супрацовники Института Рады и Биологии Национальной Академии наук Беларуси. За пошними дадзинами ознайомилися наши корреспонденты. Размова идти об выкористании насельництвом на присядебных участках попелу у якости корыстного удобрения. Правда, корысть часто з'является достатково умовной. У свой час навуковцы провели анализы попелу с приватных подворков, а так само ведомостных котельнях. Зробленный вывод, до его выкористания при выросшивании городненных культур необходно относятся вельми осторожно и обовязково проверять попел у специальных лабораториях на наявность цезия и стронция. А 10 тысяч бекерелий у нас в золе может быть. Поэтому, если мы вносим их в почву, мы автоматически повышаем уровень радиоактивности почвы на приусадебных участках. И это не очень хорошо. Лучше все эти зольные отходы, которыми мы отопили помещение, и не вносить в почву. Разом с тем, первоважная большая сдачников и уладальников при сядебных участках у перакананы. Выкорыстание попелу добрая махчимость повысить ураджайность. А тому активно спаливают здравлянные отходы. Что с гэтага отрымливается, разумеют, далека не усе. Разом с тем, выники навуковых доследований у пераканауча свечать. Унесением попелу новочистую землю можно зарабить радиоцейно забрудженной. При спальвании сухих сосновых дров концентрация радионуклидов у попелу может повышаться у 250 разов, до розовых – до 200. Причым, тычится гэта не только забрудженных территорий. Для реальной оценки ситуации у Института радиообиологии распрацавали программный додаток, який дозволяю вызначить, як зменяется шильность забруджывания глеба радионуклидами при использовании попелу. Территория по плотности загрязнения Стронцием меньше, чем 0,15 км2 считается не пострадавшей от Чернобыльской катастрофы. То при применении за 30 лет применения золы полкилограмма на метр квадратный на своем участке, плотность загрязнения сейчас этого участка по Стронцию будет около 0,3 км2. Это значит, что уже данная территория относится к пострадавшей от Чернобыльской катастрофы. По этой причине, до речи, до стверджения унакшталт «Мая продукция чистая, бо вырешена на уластном подворку» необходимо относиться с певной долей осторожности. При этом безопасное доздоровье и новокольнага остородзе биопрепараты и органичные удобрения, якими можно заменить попел, массового распаусюджывания, пока не отримали. У лепшим выпадку их выкаристовують у комплексе. Разом с тем, с усим от попелу можно не адмавляться. Яго можно уносить под древы, які мают глубокие корони, а тому радиоцинные компоненты у них не трапят. Адмовный уплыв в таком выпадку будет минимальным. Можно использовать под деревья, пожалуйста, либо под цветы, то есть то, что мы не употребляем в пищу, цветочная продукция, зато она обогатит элементами питания, будет ярче цветение, более пышное цветение, либо деревья, которые корни глубоко проникнуты вниз и поступление радиоактивных веществ в плодовую продукцию незначительно.